Евгения Долиненко. Эти вопросы к прошлому эфиру, может быть, они не очень интересны, и тогда я не настаивал. Первый. Верите ли вы, что в России продолжительность жизни действительно выросла? Почему-то у многих сомнения. Ну, как она могла вырасти, Евгения, на пальмовом масле? Конечно, не выросла. И это манипуляции с цифрами. Огромная молодежная миграция. Молодежь уезжает из России. Ну, грубо говоря, там, социология говорит, что 50% выпускников видят свое место за границей, понимают бесперспективность участия в экономической деятельности. здесь, в России. Может быть, это такая фиктивная статистика. Население стареет автоматически, когда молодежь уезжает и растет каким-то образом продолжительность жизни. Но это фокусы статистики. Жить стало существенно хуже. Автоматически уменьшается продолжительность жизни. Медицина в катастрофическом состоянии. Я обожаю проверять на себе всякие факты из жизни России. Но вот медицину я эпизодически курирую. Катастрофическое положение. Так, и второй вопрос. Что вы думаете о политологах Владимире Соловье и Глебе Павловскому? Ну, сегодня единственный, кто может оплачивать работу политологов, кому они нужны, это Кремль. А политологи, значит, политологи востребованы Кремлем. И это единственный источник для них финансирования. Они стараются заинтересовать в себе Кремль. Больше никто денег не платит. А общественные организации международные, которые когда-то присутствовали в России, а теперь с позором выгнаны из нее, как организации шпионские. Я забыл, как этот термин сейчас формулируется. Организации, в которых влияние иностранных организаций присутствует. Ну, вот они и пытаются. Глеб Павловский просто каждым своим постом сообщает Кремлю, что вот если бы он был, то тогда бы все было по-другому. Проект Глеба Павловского, тот, в котором он участвовал, вот эта суверенная демократия, это фактически авторитаризм в России. Сделать все можно. Можно построить общество, которое можно назвать там социализмом, коммунизмом, развитым социализмом, продвинутым социализмом. Но может оказаться, что жить в этом обществе нельзя. Ну, вот как сейчас оказалось, суверенная демократия – это авторитаризм, который выразился в полной изоляции страны, в деградации экономики, рыночной экономики, в деградации политической системы, которая превратилась в такой, ну, совершенный камуфляж. Имитация демократии, имитация выборов, имитация парламента, имитация свободной прессы, которая вся стала пропагандистской. Мы должны быть благодарны за это, в том числе и Глебу Павловскому. Остальные политтехнологи, но они продолжают, так сказать, пытаться сохранять объективность, но у каждого, ну, вот там Валерий Соловей лекциями зарабатывает. Это тоже выход такой, чтобы не превращаться в тупого пропагандиста тупых идей. Вот, но все они, многие, я не имею в виду вот конкретных политологов, все они хотят понравиться Кремлю, хотят заинтересовать в себе Кремль и стараются не очень, так сказать, радикально оппонировать Кремлю. Наверное, это способ выживания. Субтитры создавал DimaTorzok,